всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы поговорить о том как скорректировать звук домашних условиях если вы работаете не на профессиональной студии я лично использую аппаратно-программные средства самый популярный это rc25 от айкей мультимедиа и я использую jbl msc1 вот он сейчас у вас перед вами на экране rc вот выглядит так сейчас я более подробно расскажу что к чему сразу скажу у меня здесь комната не самое идеальное расположение тоже такое достаточно углу касаемо звукоизоляции тоже прям сильный какой-то нет меня есть некая ревизорация в комнате стоячие волны тоже есть нету шума в принципе то есть шум улицы здесь нет у меня достаточно тихо то есть сама комната очень удобно расположена у меня но к сожалению так и здесь еще и живу помимо того что работаю то приходит пришлось ужаться ближе к углу что конечно же не рекомендуется но благодаря аппаратным вот этим решением техническим я свои проблемы решил вот поэтому сейчас вам покажу вообще вот у меня вот так вот мое рабочее место выглядит то есть вот так мои мониторы висят на таких кронштейнах сзади вы видите там акустические экраны которые просто глушит первичное отражение от мониторов вот и соответственно у меня естественно здесь звук прям не сказать что самый честный если без всего просто включить мониторы послушать конечно же у меня тут будет резонансы на 200 герц на 100 герц они прям слышны немножко провалена середина плюс эти сами yamaha немножко выдают такой чуть приукрашенный вверх конечно там сзади можно отключить чуть-чуть приукрасно вверх и точнее его понизить хотя там я все по нулям стоит сзади на самих мониторах но я так понимаю че сама схема техника немножко вверха у них чуть-чуть торчат вот сразу скажу если вы планируете скажем так использовать мониторы и покупать их для домашних условий то лучше рассмотреть вот варианты как вот эти yamaha с фазоинвертерами спереди я об этом не упоминал в прошлом видео но сейчас скажу что вот видно что здесь такие вот два отверстия таких полах вот прямо спереди на мониторах это говорит о том что у них фазоинверторы идут вперед то есть таким образом у вас такие мониторы можно располагать принципе близко к стенам вот хотя конечно же нежелательно но приходится мириться с тем что имеем так вот касаемо вот этих вот всех приборов и сразу скажу сейчас на рынке их такие основные системы это вот эти две sonora works reference 4 очень удобная штука у них даже кстати есть версия для наушников то есть вот примеру я говорил в прошлом видео о наушниках беринджер точнее не беринджера bear dynamic 770 pro его для них там даже есть пресет чтобы выровнять потому что я говорил что у них задран немножко вверх что не совсем честные и вот sonora works разработали методологию чтобы у вас в наушниках выдавалась четкая характеристика то есть там в принципе зашито очень много импульсов ну скажем характеристик разных популярных наушников разных брендов и вы можете выбрать свои и услышать более такую скажем так детализированную четкую картинку по спектру по частотам опять же напомню все это мы делаем все вот это все заморочки именно из-за того что мы не очень грамотно будем воспринимать частоты когда работаем вот либо в таких условиях комнатных вот либо на каких-то наушниках с какими-то приукрасами потому что вы слышите определенные частоты вы принимаете решение своей работе под эти частоты потом выкладывать это в интернет и люди слушая на бытовом обычном оборудовании не понимают почему нет яркости открытости звуки естественно они вам этого не скажешь не просто скажут как трек не звучит вот естественно если вы профессионал вас это будет задевать в первую очередь и поэтому все вот эти заморочки как раз из-за этого что мы хотим слышать максимально ровную частотную характеристику насколько это возможно вот поэтому такие вот устройства и про такие программно-аппаратные комплексы скажем так они помогают этого добиться я раньше тоже к этом скептически относился но это реально работает то есть я сравниваю до коррекции без коррекции звук ну то есть без коррекции работа еще раз говорю здесь невозможно то есть вот мои точки прослушивания стою где сижу точнее здесь жуткие резонансы от стены от потолка от пола то есть чуть-чуть сдвинулся уже другой звук то есть это невозможно в этом работать поэтому я использую эрси принцип работы очень простой в там в комплекте идет микрофон которым вы отстраиваете в точке где ваша основная точка прослушивания это как вы помните если знаете это ровно равносторонний треугольник с мониторами то есть я замерял расстояние между мониторами между скажем так своей головой нашел эту точку сюда поставил микрофон и сделал несколько замеров там в россии специальной программы для замеров где вы можете там буквально чуть-чуть двигать микрофон чтобы он просто не какую-то точку конкретно такую скажем область вокруг вашей головы заснял и понял что здесь какие то есть резонансы он их снимает эти резонансы по специальным сигналом там главное все это отстроить очень четко потому что бывает что он если не очень грамотно настроить вот эти замеры не очень грамотно их взять то он не совсем выдает адекватный результат но crc идет очень хороший мануал там все подробно расписано как там даже прям пунктами поставлено как стоит располагать микрофоны там 16 замеров вы их делаете он вам выдает пресет и в чем идея вы ставите то есть это как программа для замера и как плагин который вы ставите в секвенсоре у себя самым последним то есть на мастер шине у вас стоит плагину чтобы не быть голословным я сейчас открою вот проект у меня logic и вот на мастер секции я обычно ставлю этот плагин rc вот у меня уже здесь есть мой замер то есть рыжим показана моя реальная картинка то есть мы видим что у меня абсолютно отсутствует средний низкие низкая середина то есть она просто провалена и при этом у меня торчит резонанс на 100 герц вот и из-за этого стоит работать ну честно просто невозможно и даже завален вверх то о чем я говорил но опять же эта особенность моих мониторов то есть не столько комнаты сколько мониторов потому что принципе верхние частоты у меня забираются поролоном то есть это просто сами мониторы немножко выдают подкрашенную яркость эти именно ямахи поэтому даже если вы работаете в каком-то звукоизолированном помещении я бы все равно рекомендовал рассмотреть такую систему как rc или какие-то аналоги потому что даже мониторы не очень честные то есть даже самые классные мониторы все равно они сделаны людьми с какими-то своими предпочтениями и ну либо схемотехника такая что от этого не деться и где-то какие-то резонансов возникают именно в самом динамике там или в том как они в принципе выдают определенные уровни поэтому я лично даже вот в таких условиях все равно контр делаю замер мониторов делать неоднократно на студиях со своим оборудованием прям приезжал замерял и там тоже бывало такое что либо басы задраны либо верха задраны ну то есть получается что работы после таких студий такие тоже немножечко не совсем скажу так адекватные по частотке поэтому я вот использую систему и видно что она вот делает собственно мейчинг то есть как вот когда у нас включена коррекция то я слышу звук в мониторах именно в мониторах я слышу звук максимально честно насколько естественно это возможно было сделать программным образом то есть по сути это такой некий эквалайзер который считав информацию с микрофона о том какими здесь резонанса их просто в реальном времени всегда дают всегда стоит у меня некая эквализация на мастере естественно при экспорте трека я ее отключаю и делаю баунсинг потому что это только должно быть для прослушки то есть ни в коем случае нельзя записывать действие этого файла точнее действие этого плагина в файл потому что иначе просто человек которому вы пришлете эту запись он просто скажешь что со звуком вот почему там таких чисто такие частоты странные вот то есть это работает только конкретно с вашими мониторами то есть поэтому для тех кто только собирается перейти на систему прям выработать и для себя такой условный рефлекс отключать его только при каждом экспорте и конечно же к вам надевать наушники то есть если вы надеваете наушники в наушниках эта тема не работает то есть вы должны и обязательно отключить иначе в наушниках просто не узнаете свой звук рассказать что это вообще такое то есть это такая очень важная особенность помимо rc на рынке сейчас я уже говорил есть sonor works reference они предлагают скажем так фоновую работу то есть у них есть специальное приложение которое работает на системном уровне то есть о чем это говорит говорит о том что вам не обязательно использовать плагин внутри секвенсора вы можете просто повесить эту программу фоновом режиме и вас весь звук вашей системы будет проходить через корректировку то есть там сама система такая же тоже микрофон вы тоже делаете замер она высчитывает резонанс и их исправляет но она работает в реальном времени то есть она всегда работает то есть вы можете включить глобально глобально выключить это очень удобно я сам не пробовал с ней не работал но посмотрел видео пообщался с людьми кто и пользуется и принципе все довольны я даже подумаю может быть как-нибудь и приобрести просто потестировать сравнить с rc 2 и 5 ну то есть как как вариант такой тоже можно использовать тоже рассмотреть у них несколько пакетов есть насколько я знаю для наушников я говорил для мониторов и какой-то комплексный вариант даже там с какими-то наушниками специальными идущими в комплект которые уже адаптированы под ровное звучание но так или иначе можете сами зайти на сайт производителей почитать и выбрать вариант который вам больше нужен но здесь как игру удобно что есть фоновый режим который позволяет и слушать например музыку из youtube а или с айтюнса с нормальными частотами вот и я также использую аппаратную вещь меня на самом деле так и больше используется как ручка громкости то есть jbl msc1 на самом деле она это уже старенький прибор конца нулевых годов ему уже где-то 10 лет наверное этому устройству она к сожалению уже снято с поддержки то есть уже нет новых драйверов нету новых прошивок работает он так с горем пополам но он работает в автономный режиме то есть в один раз вы подключаете компьютеру делаете замеры также на микрофон который идет комплекте эти замеры он сохраняет сам в себя внутри и хранит их пока вы не сделаете новые замеры то есть принципе программа тоже достаточно простая немножечко старенько выглядящий но все там тоже легко и интересно то что она работает также получается всегда но она работает именно на удаление узких резонансов то есть она удаляет узкие резонансы вот в моем случае удалены были на 100 на 200 еще какие-то герц помощь 60 то есть у меня здесь не очень и она вот их прям точечно вырезает эти резонансы его становится уже такое звучание без резонансов но я использую в совокупности то есть я использую эту систему которую вы вырезает резонансы и использую rc как второй уже слой то есть я когда делал анализ rc своей системы я уже делал после джебель джебель уже выровнялась свои как бы сделал свои расчеты и с тем что сделала джебель я сделал анализ с помощью rc получилась лучшая картинка звуковая потому что вот эти резкие резонансы уже убраны и rc более точно реагировал уже на общий спектр при украса моих мониторов там особенности общие помещения и у меня получилось при достаточно очень качественная картинка то есть здесь вот если слушать референсы у меня прям звук сам такой прям очень живой все частоты слышны там он даже от самых низких частот на насколько вообще позволяют мои мониторы и при этом верх не режет все максимально широко раскрыто то есть мне принципе нравится то есть очень я довольна системой без вот эти без вот этой пары джебель и rc я не представлял как я бы работал качество моих миксов был их знаметно хуже вот поэтому я вам советую рассмотреть вот такие системы джебель рекомендовать вам не буду потому что но действительно старая ее можно еще найти в продаже но и уже сняли с поддержки официальные производители то есть такая система достаточно старенькая я просто и выбрал из-за того что очень удобно что она хранит себе вот эти импульсы точнее корректировку и работает постоянно то есть фоновом режиме вот это очень удобно но вот сейчас я также думаю посмотреть все таки попробовать приобрести референс 4 хотя он достаточно дорогой и также сейчас и кей мультимедиа выпустили новую версию айлаут насколько я знаю в которой вшита вот эта функция rc то есть в них уже есть контроль то есть они уже идут с таким скажем так они сами там есть специальные насколько я знаю алгоритм сканирования помещения куда вы ставите и по сути они тоже решают эту проблему то есть они сами себя адаптируют по звучанию под то помещение которые поставили идея интересная но опять же я уже говорил в предыдущем видео про этим мониторы что они очень маленькие я не ну скажем так не думаю что они сравняют с каким-то такими более полновесными мониторами хотя вот вторую версию не слушал говорят что она в принципе достаточно сильно шагнула вперед и я вот подумаю тоже может быть и как не приобрести и может быть использовать пример на даче вот или как дополнительный мониторинг что тоже немаловажно вот в общем такие советы обязательно подумайте об этом потому что без этого о качественном звуке в мониторах можно забыть то есть лучше только работать на наушниках если ну то есть вложить деньги в хорошие наушники один раз не покупать мониторы и уже тогда не заботиться о помещении то есть работать там с макбука хоть там на улице хоть день на даче и не париться но все равно конечно же полноценный продакшен как сведение мастеринг точнее пост продакшен лучше все-таки делать на мониторах более правильное восприятие и лучше привыкать слышать именно звук из обычный ну в обычных таком таких условиях скажем так комнатных нежели приучать себя только к наушечному восприятию звук когда вас только лево только право а то что по центру вас где-то в голове внутри звучит то есть это немножко из искаженная картинка звука скажем так ну что ж я думаю что в этом видео тоже всю информацию которую хотел дать я рассказал есть какие-то вопросы остались обязательно пишите в комментарии под видео пишите мне в личные сообщения постараюсь ответить что-то обсудим может у вас какой-то свой есть опыт работы с подобными системами сразу скажу что есть железные версии то есть есть у разных производителей именно такие прям аппаратные рековые устройства которые возможно даже может быть еще как-то более четко работают вот с удалением этих резонансов я с ними не работал я больше работал только с такими программными средствами поэтому если есть какие-то интересные комментарии на этот счет также пишите не стесняйтесь я с радостью с вами это обсужу ну что на сегодня это все в этом видео увидимся с вами в следующих уроках всем пока